шалом уважаемые дамы и господа доверие когда мы кому-то доверяем можем вслепую подчиняться выполнять принимать является ли попытка выучить изучить я очень осторожно говорю проверить то что возложено на нас понять это в разумом является ли это каким-то недоверием знаете есть очень красивый пример в книге вайкра там обсуждается огнепалимая жертва называется алла она полностью вся возлагалась на жертвенник а потом искупала всю общину это знаменитый вид жертвоприношений вот там раши комментируют интересную вещь он говорит так что пока еврейские дети читают вот эту главу о жертвоприношениях есть надежда на будущее есть надежда что еврейский народ будет жить дальше раши как дополнительную вещь говорит когда ты читаешь главу о жертвоприношениях как будто ты сам принес жертву и задается вопрос какая связь раз второе и в дети они входят в состав всего еврейского народа почему нельзя ограничиться только примером вот ты читаешь как будто ты сам вознес это жертвоприношение причем из дети вот любовь ский ребек с таким характерным ему подходом анализа говорит что чем отличается подход ребенка или подход взрослого человека ведь жертвоприношения это самый тяжелый раздел с торой очень тяжело понять очень тяжело разобраться это не рассказ который легко воспринимается на разных уровнях родным человеком там авраам сара их отношения отношения к людям и так далее то есть не в качестве рассказа или повествования а как что-то очень тяжелое принято чтобы именно с жертвоприношений начиналось вообще изучение или чтение торы маленькими детьми речь идет о совсем о маленьких детях когда маленький ребенок что-то читает он ничего не понимает абсолютно когда взрослый человек читает он старается вдуматься он старается включить сюда разум и возбудить какие-то чувства к этому тяжелому материалу вот там написано так что пока есть вот такой детский подход когда дети это читают не понимая но принимая не разбираясь но доверяя не входя в глубину а полагаясь на слова всевышнего в самых тяжелых вопросах пока если такой вот подход доверия и полного биту лирования то есть аннулирование самого себя и подчинение этому тексту пока какой подход есть с нами будет всегда всевышний и несмотря на то что храма нет как будто он есть как будто он с нами с другой стороны когда человек читает вдумывается то как будто он сам это сделал сид на эти два подхода они очень похожи на эти мой великий зубной врач который это великий человек он когда-то мне сказал одну вещь знаешь почему алекс вот получается с тобой потому что никогда не спрашивал вот это бормашина а это что а это как делает и так далее вот ты садился закрывал глаза и садился на кресло иногда ты идешь на какую-то операцию на какое-то серьезное хирургическое вмешательство это серьезная вещь это может изменить жизнь ты садишься и ты просто говоришь ты посланник всевышнего ты врач как написано в торе что врач он посланник бога и ангел рафаэль который тоже называется целитель он стоит рядом с тобой но есть люди которые говорят слушаем это не нужно объяснить вот что ты делаешь какой способ как будто он врач как будто он хирург я всегда смеюсь и говорю но с другой стороны такой подход тоже есть его надо уважать насколько вот эти два человека или два две инстанции они работают вместе иногда ты слышишь от своего подчиненного от исполняющего какое-то свое мнение креативное иногда даже так рождаются более высокие вещи ты вложил в это так а он видит это по-другому если ты даешь ему свободу он может исполнить этот проект может быть даже лучше иногда это мешает и сбивает весь процесс и тут очень важно внутренний настрой человека вот если внутри он это делает чтобы показать какой он крутой вот он хочет внести какое-то изменение даже это мешает когда он действительно и делает это от души хочет вложить туда что-то душу и и повлиять какому-то хорошему исходу это будет всегда получаться когда заказчик или тот который дает наставление он понимает что ты делаешь это не из чего такого личного а действительно ты хочешь лучшее или он тоже не видит в тебе деспота а человека который дает возможность каждому вот решить подойти к этому изучить этот процесс это тоже хорошо доверие должно быть обоюдное шалом шалом